2 мая все православные верующие отмечают Великий Четверг, за которым в народе закрепилось название «Чистый». Это важный день для всех православных. Пасха совсем скоро, а пока время последних приготовлений. В чем главный смысл этого дня и как правильно его провести, расскажем в нашем сюжете. Важный день для всех христиан. Великий Четверг. Уже совсем скоро Пасха, а пока последние приготовления. В этот день церковь и православные верующие вспоминают одно из главных событий новозаветной истории. Последнюю трапезу Иисуса Христа со своими 12 ближайшими учениками, названную Тайной Вечерей. Великий Четверг в народе стали называть чистым. Смысл в чистоте прежде всего духовный. Это еще потому, что на той самой вечере Спаситель омыл своим ученикам ноги. Учение Христа заключалось в том, чтобы более знатный не был надменным, над менее знатным. И учитель правильно относился к своему ученику. И умыв ноги своим ученикам, он заповедал нам заповедь смирения и непревозношения над другими. Собрав всех апостолов за столом, Господь установил и таинство причащения Евхаристию. Это для всех православных верующих имеет большое значение. Это центральное таинство нашей Церкви, через которое мы соединяемся причащением тела и крови с самим Спасителем. И таким образом усвояем ту спасительную жертву на кресте, которую он претерпел за всех нас. Алла старается каждый год придерживаться Великого Поста. И этот год не стал исключением. Держать пост нелегко. Тут главная вера. Тогда все получится. В Великий Пост стараюсь, как воцерковилась стараюсь. Не все, конечно, посты. Ведь помимо Великого Поста у нас еще есть. Но, к сожалению, надо стремиться, наверное, так. Если мы доверимся Господу, Он укрепит. Нашим силам не надо, наверное, доверять. Господь даст силы, если надо. Традиционно основное в чистый четверг христиане делают уборку в доме. У наших предков была тесная связь переживания церковных праздников с бытовой жизнью. Сейчас, к сожалению, эта цепочка нарушается. Но в целом это просто те дни, в которые уместно, соотносясь с уставом церкви, осуществлять подготовку жилищ и подготовку яс для пасхального разговения. Потому что следующие дни, пятница и суббота, посвящались сугубой молитве. Угощения для праздничного стола, как правило, стараются готовить тоже в четверг. И помним, что необходимо очищать не только дом, но и сердце. До светлого праздника Пасхи Христовой осталось несколько дней.